Новый генеральный план развития Самары отработан настолько тщательно, что по его концепции не возникает вопросов. Главный основополагающий документ создавался согласно действующему градостроительному законодательству. Проводились общественные слушания, вносились изменения по факту публичных обсуждений. До этого в Самаре действовал генплан, разработанный в 2008 году. С изменением законодательства многие его положения утратили свою актуальность. В новом документе есть необходимый набор карт и схем, в том числе размещение объектов местного значения в области образования, культуры и транспорта. Кроме того, появилась карта границ населенных пунктов, которые находятся в черте города. В столице региона их три – Самара, поселок Козелки и село Ясная Поляна. Также, помимо этого, генеральный план будет в себе, теперь уже содержит в себе и другие необходимые для развития города карты и схемы. Это карта границ населенных пунктов города Самары, которые теперь исключают пересечение земель населенных пунктов с землями иных категорий. Данные сведения о границах будут внесены, как того требует закон, в единый государственный реестр недвижимости. В новый генплан внесены соответствующие карты лесов, которые находятся на территории Самары, землелесного фонда и городского лесничества, что, по мнению авторов документа, на долгие годы защитит эти локации от разного рода посягательств. И самая главная карта – карта функционального зонирования нашего города, номер один в любом генеральном плане. Она создана в соответствии с требованиями, которые касаются развития города. И учитывает мнение жителей Самары, правообладателей земельных участков и объектов недвижимости. Над этим документом мы работаем очень кропотливо, очень тщательно. Я здесь хочу сказать слова благодарности депутатам городской думы, депутатам райсоветов, потому что абсолютно все принимали в этом участие. То, что сегодня генеральный план принят, для нас это имеет такое историческое на этом периоде времени значение. Конечно, этот документ крайне важен. Кроме нового генплана развития Самары, депутаты городской думы обсудили итоги работы за 2021 год. По мнению председателя думы Алексея Дегтева, слаженная совместная работа с администрацией города позволила принимать своевременные и важные решения. В 2021 году бюджет Самары корректировался порядка 14 раз. Доходы увеличились практически в два раза, 50% которых удалось повысить за счет привлечения средств из вышестоящих бюджетов. В приоритете оставались вопросы социальные. По просьбе родителей стоимость бесплатного горячего питания для учеников младших классов, его оплачивают из бюджета, была увеличена, что положительно сказалось на качестве обеда для школьников. Сегодняшний доклад председателя думы о работе думы в 2021 году, он очень содержательный, он очень глубокий. Делают они на самом деле очень много. Во многих вопросах это такая наша поддержка и опора. Вместе с ними принимаем те или иные решения. Активно велись реставрационные работы в черте городского округа Самара. Произведен ремонт и восстановление тротуаров, пешеходных дорожек, ликвидированы несанкционированные свалки. Общеобразовательные учреждения оснастили противопожарной сигнализацией, а для недобросовестных предпринимателей, которые ведут несанкционированную торговлю, увеличили размер штрафов. У нашего города большое будущее и совместными усилиями мы его будем развивать, делать их хорошо, комфортнее. Но все это можно достигнуть только при совместных усилиях, усилиях каждого его жителя, от малого до великого. Для решения трудных вопросов сохранена практика выездных совещаний. Они проводятся регулярно совместно с жителями города. В рамках месячника по благоустройству были организованы субботники. Отдельное внимание уделили очистке берега Волги. Работа по социально значимым и финансовым вопросам продолжится. Ольга Павлова, Василий Калдашов. События.